Трое наших соседей, ещё совсем молодые ребята, погибли. Их отец получил ранение в голову. За что? В чём он виноват? В тот день он просто пошёл к своей матери, чтобы поздравить её с праздником. Несмотря на режим прекращения огня, который установился в Сирии, благодаря усилиям международных переговорщиков, сирийский народ продолжает страдать. Перемирие не распространяется на террористические группировки и во многих регионах до сих пор неспокойно. В иммунитарную катастрофу переживает один из крупнейших городов страны Алеппо. Даже в своих домах местные жители не чувствуют себя в безопасности. Обстрелы, жертвами которых становятся мирные граждане, продолжаются. Боевики постоянно открывают огонь по районам Эс-Сулеймания, Эль-Азизия и Эль-Медан, где проживают в основном армяне. В православную Пасху боевики обстреляли район Эс-Сулеймания. Они предупреждали, что устроят православным христианам судный день. И, к сожалению, сдержали слово. Погибли более десяти семей. Боевики используют некоторые районы города как щит для прикрытия. Раньше там были бойцы свободной сирийской армии. А сейчас только террористы исламского государства, группировки фронта Ан-Нусра и Лива Ат-Таухид. Они все заодно. Моя дочка была в школе. Занятие ее забирал отец. Когда они переходили дорогу, рядом с ними в машину попал снаряд. Погибли дети. Муж подхватил дочку на руки и бросился бежать. Слава Богу, что с ними ничего не случилось. Война в Сирии продолжается уже более пяти лет. И каждый день христианам в Алеппо угрожает смертельная опасность. Люди, которые были вынуждены бежать из своих домов, рассказывают, через что им пришлось пройти. Мы четыре часа оставались в церкви. Не могли выйти из-за обстрела. Я молюсь, чтобы в нашей стране наступил мир. Мы устали и уже не знаем, сможем ли вернуться в свои дома или навсегда останемся беженцами. Боевики подожгли один из городских кварталов. В результате он был полностью разрушен. Неужели международное сообщество этого не видит? Ведь люди вкладывали все свои силы и средства, чтобы построить там дома. А в пекарню в районе Эль-Медан попал самодельный снаряд. Как раз когда дети стояли в очереди за хлебом. Тогда погиб шестилетний ребенок. Многие получили ранения. А ведь мы каждый день посылаем детей за хлебом. Они постоянно подвергаются опасности. Международное сообщество, ООН и другие организации этого не заметили? Жители Алеппо рассказывают, что боевики с особой жестокостью расправляются с немусульманами. Многие опасаются, что террористические организации попытаются устроить чистку христианского населения, как это произошло в иракском Масуле, который оказался в руках исламского государства в 2014 году. Ширин Али, РТ, Хомс РТ Спасибо. 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 Спасибо.